Тема увлечений, творчества, искусства, молодежного досуга и необычных хобби. И это не полный список того, о чем говорили со сцены молодые ораторы, участники конкурса «Мастер слова-2022». В этом году более двух десятков юношей и девушек вступили в напряженную борьбу за звание победитель. Ответственно, но очень почетно и интересно для всех. Конкурс достаточно популярен среди молодежи, особенно тема нынешнего года, «Мир моих интересов». Я думаю, что она близка и понятна молодым людям, которые хотят о себе заявить, которые хотят показать себя миру своим, скажем так, сакашникам, однокурсникам. Потому что каждый человек уникален и неповторим. И мир его интересов – это и мир его интересов, и мир интересов тех людей, среди которых он живет. Соответствие содержания публичного выступления, теме и степень ее раскрытия, логика и культура речи, грамотность невербального поведения, оригинальность подачи высказывания, умение работать с аудиторией – эти критерии помогали компетентному жюри выбирать лучших молодых ораторов региона. Все этапы конкурса были продуманы таким образом, чтобы каждый участник смог проявить себя и свои способности. А любите ли вы танцевать? Мне очень хочется, чтобы вы ответили «да». Для меня танцы – это самая большая радость. Мне кажется, я танцевала с детства. Когда я была маленькой, мама заметила, как увлеченные и быстро я подбираю в любой мелодии движения и отвела меня в хореографический класс. Волнительно и немного тревожно. Таковы ощущения не только те, кто впервые пробует свои силы в подобного рода испытаниях. Среди участников есть те, кто уже бывал на этой сцене и еще школьником. А сегодня уже сражается за награды в категории «Студенты». Вообще, чтобы покорить членов жюри, нужно обладать, конечно, хорошо поставленной речью, но вдобавок имейте какую-то харизму. И очень интересно посмотреть на то, как другие участники используют это. Ну и попробовать себя в качестве участника тоже. Участие в подобных состязаниях помогает привлечь внимание молодых людей, получающих высшее образование, к теме владения свободным подлинно культурным словом, к проблеме, которая сегодня, к сожалению, особенно актуальна. А опыт, полученный во время выступлений, обязательно пригодится будущим специалистам в их профессиональной деятельности. Продолжение следует...